доброе утро элизавета проснулась не спится сидит гуляет да она тут сидит у нас на страже на на кого-то тут мышек смотрит выглядывает хотя их тут нету но ну что пойдемте на ярмарку нету не видела ни одной ни одной мышки а это парк никольского я не могу сказать не не сталкивалась поэтому я не могу сказать что и здесь гаи или милиция кукурузе купили прям сырой так и надо и варить вы варили нет она мягкая можно конечно сурую тоже съесть ее а вы попробуйте сварить и ой вообще залетит только так но это на любители я например варю просто так да я как-то солью попробовал один раз мне не понравилось а лучше вот обычно просто в простой водички сваривки и нравится очень даже с удовольствием кукурузу а вот урана еду до в 6 они приезжают 6 приезжают лето же всегда рано они начинают летом раньше люди уже возвращаются с полными движками хочу музыки нету там обычно музыка всегда ярмар я вот на площади вот мы уже практически пришли уже видно там видите народу уже прям видно очень много но созвонимся мы уже на телефонах конечно потому что кто куда знаете вот видите уже сколько народу много ярмарка работает вовсю с утра с раннего утра все смотрите что хотите посмотрите гуляйте тут площадь огромная гуляйте смотрите колбасу хотите я вам просто покажу где колбаса пойдемте покажу потому что через всегда за колбасой и в начале старайтесь не брать в самом начале берите в конце потому что в начале в начале дорого всегда ярмарка выходного дня рыбка да здесь копченая рыбка там дальше вот сырая рыбка везде очереди с утра сейчас я вам покажу где колбаску продают хорошую яйцо вот за яйцом очередь так а что колбаски нету сегодня не вижу я его а вот это вот ну-ка вот наверно а вот она наташ гости пошли делать свои попытки я стою за яблочками красивые такие румяные розово щеки эти тоже галла сорт такие же но эти покрупнее наверное из-за этого они цена у них подорожит хотя может быть и сорт другой но тоже галла тоже галла из те галлы и другие галлы эти помельчить и покрупнее ну да красивый очень это помягче да по 20 рублей тоже мягкая я бы не смогла как-то когда-то не попадается вот совсем ну да давай тело 150 она вся у вас 45 да и туда дальше она будет красивая хоро это просто июльская австальская жара и изуродовала до такого вида что туда дальше она будет нормально вот не вот такой вот и еще можно какой-нибудь вилочек и еще мы называем выскочки не раньше времени почему не похоже она что похожа она какая-то пушистая ну вот распушилась дальше будет красивый вот эти вот два вилочка возьму 40 рублей хорошо да сливы я купила вот эти вот это мелкая кислая слива я буду с нее сделать ткемали вот она такая небольшая и мне нужно было именно кислую это слива по 15 рублей вот здесь 8 килограмм на 125 рублей сливы цветная капуста по 40 рублей слива сладкая очень спелая по 25 рублей хорошая вкусная груша по 30 рублей баночку бычков взяла в томатном соусе с фасолью такие я еще не пробовала не знаю консервы не было долго она сейчас появилась она в отпуске была не работала вот я взяла баночку пусть лежит на всякий случай мало ли пригодится груша она еще чуть-чуть но в принципе нет хорошая она уже такая по 30 рублей груша по 30 яблоки по 25 рублей кукуруза по 18 рублей дыня дыня по 20 рублей за килограмм и арбуз по 10 рублей за килограмм я взяла один арбуз а второй арбуз меня еще с прошлой ярмарке лежит еще не съели ну пусть лежит он не протиснет но есть пить не просит пусть лежит когда надо раз разрезали вот так опять я еле притащила овощей и фруктов хорошо тележка да хорошо тележка то вот он пришел проказник проказник семён потягушки так ну ладно ну что надо готовить надо готовить начинать цветная капуста хорошая да цветная капуста хорошая сливу попробую мяканьку хорошую кукурузу сварим сейчас грушу хочешь но она на ощупь жестковата на ощупь то конечно но так то и и разрезать тогда уже поймешь как она но если жестковата пусть полежит немножко а вот дынька то дынька то ой сорт такой да очень много целая машина с дынями целая машина с арбузами замечательная ярмарка народу много у меня в гостях юный ботаник давай отрезай отрезаю веточки чтобы их обрезать то есть обрезается один листик ему по землю и 2 листика торчат сверху их немножко мы обрезаем и укрываем под баночку и они тем самым укореняются давай какой выбираешь так вот я три веточки взял этого будет достаточно до попробуем укоренить саша у меня уже второй раз в гостях понравился куст большой очень хороший и хочет александр сам развести до в пензе попробовать укоренить может пойдет ну вот ты как посадишь что у тебя получится взять ты мне потом скинешь хорошо это же интересно да а мы уже пожелаем тебе чтобы у тебя все росло с твоей легкой руки буду стараться да ты молодец ты умничка ты разносторонний молодой человек очень интересный я желаю тебе в жизни ты достиг своих своей мечты достиг успеха в жизни ты молодец ты умничка тебе хватит вот этих трех веточек достаточно спокойно хватит то есть где-то маленьких получится что 5 это как раз достаточно несколько из них все скорее укоренятся ну молодец все отлично можно конечно персики хорошие они очень вкусно эти персики персики плоды крупные да очень крупные они очень вкусные эти плоды прям в кулак не помещается и несмотря на то что вот они такие светленькие казалось бы да эти персики они очень сладкие и очень нежные ароматно пахнут уже даже нежные нежные очень нежные персики не сочные такие классно жасмин да у нас два сорта жасмин и вот этот жасмин его заваривать нельзя по-моему ничего там другой они и цветы разные у них да я даже не могу сказать как они называются мне уже говорила конечно лена соседка но я да я не помню я просто не могу запомнить потому что для меня это все новое я не могу запомнить поэтому сложно как бы знаю что два разных жасмина да 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 как бы есть утром встаешь вот и вот вот он видишь вот он упал уже упал персик вот он да вот здесь вот сок уже выделяется надо сейчас мокрую тряпочку и в мешочек и довезете все хорошо ну как вкусный персик вкусный ароматный сладкий да маме дай попробовать понравился вкусный персики да это какой-то сорт другой я даже не знаю как он называется это сорт но очень хорошие да 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 хорошая я говорю что персики хорошие а вот абрикос вот в этом году он здесь ни одной ни одного плода не дал он отдыхает а яблонька она уже практически от облетела вот там еще висят яблочки наверху вот там еще видно плоды несколько вот и стволовых яблонях что-то мало плодов но заметил как-то вот я тоже вот обратила внимание что вот на этой яблони по крайней мере я не видела большого урожая да здесь не знаю как она может быть будет еще урожай конечно ну я имеется ввиду что в другой год как она будет не знаю она здесь как говорится никто от этого не пострадал здесь яблок больше чем предостаточно да здесь она посажена не для урожая именно для тени чтобы было тени для уюта а и виноград еще там да да там еще и винограда здесь все растет да а в том году было очень много инжира вот в этом году инжир отдыхает он отдыхает да нет сколько-то плодов здесь было в этом году конечно немного наверное авто да а в том году было очень много плодов здесь очень много плодов было в том году они наверху они наверху ну понятно что низко не видно да разные сорта говорят что это да 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 давайте чай купим да вы после прививки да 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 ну хорошо дай бог чтоб укоренились у вас и и персик тому что очень сладкий возможно будет и в пензе такой же в общем я жду от тебя результата что получится хорошо скинешь мне хорошо обязательно ну счастливо вам счастливо добраться до пензы до свидания приезжайте следующем году обязательно все всего доброго сегодня я хочу приготовить закуску она называется баклажаны с яйцом как грибы такую закуску приготовить не составляет особого труда тем более сейчас сезон овощей особых затрат на приготовление этого блюда не потребуется она с баклажанчиками угостила наша соседка за что мы ей очень благодарны я сейчас попробую это очень интересное блюдо для этого нам нужно баклажаны большая одна луковица и 4 сырых яйца баклажаны я уже приготовила вымыла отрезала хвостики кожицу я оставляю на месте но по желанию можно срезать баклажаны я все порезала и сложила в емкость 4 сырых яйца я разбила в миску яйца я взбила обычной вилочкой и выливаю их в баклажаны ничего не солю полностью перемешиваю их нужно чтобы баклажаны яйца в себя впитали постоять им нужно не менее часа а еще лучше это сделать с вечера а утром уже приготовить баклажаны должны эти яйца в себя полностью впитать можно иногда помешать теперь я миску закрываю крышкой и оставляю пусть так стоит а луковицу я прикрою чашечкой пусть она тоже подождет вместе с баклажанами вот такие они получаются можно конечно их время от времени помешивать это будет лучший вариант но если ночью как уж получится прошло у меня минут 15 я беру миску и переворачиваю хорошо стряхнула и пусть еще стоит прошло уже достаточно много времени посмотрю что у меня получается все что могло все впиталось открываю крышку еще раз перемешаю ложкой еще разок стряхну баклажаны мне это сделать не сложно репчатый лук я порезала мелким кубиком и для этого блюда нужно как можно больше луку поэтому я взяла луковицу одну большую весом 200 грамм масло я налила на сковороду немного первым делом на сковороду кладу лучок слегка постирую до легкого приятного лукового аромата открываю баклажаны и добавляю их на сковороду помешаю накрываю крышкой и пусть жарится я думаю что наступила пора уже их посолить реально пахнет грибами интересно посолю абигейской солью слегка поперчу черного перчика а вернее у меня здесь смесь 5 перцев ароматный перчик и уже все перемешаю мне это нравится интересно получается 700 грамм баклажан 200 грамм лука и 4 яйца ну и масло для того чтобы смазать сковороду я рецепт напишу под роликом в описании накрываю снова крышкой и пожарится до готовности посмотрю что получается поджаривается все хорошо да очень даже интересное блюдо сказать что несколько раз подсаливала получается как будто все невдосоль и невдосоль баклажаны всегда берут много соли масло а с виду и правда походит на жареные грибы не видно яйца вот поищи где там яйцо одна чернота да мама сказала непонятно что это но вкусно ну а чтобы блюдо выглядело более эстетичнее я добавлю ломтики помидора это уже будет интересней и сверху посыплю зеленью баклажаны залитые яйцом как грибы получились очень даже симпатичные ну а сейчас это блюдо буду пробовать я по виду действительно как будто это белые жареные грибы при том такие крупные кусочки грибов классно очень даже вкусно вот по вкусу действительно походит на грибы и я бы сказала что даже вот нету такого острого вкуса именно баклажан за счет яйца этот вкус немножко смягчается очень интересное блюдо вот это блюдо именно в теплом виде очень хорошо возьму себе на заметку очень не понравилось ну а я с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч всего вам самого доброго а я буду ужинать классно мне понравилось вот это блюдо